Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «ОЧИ». Я его ведущий Тимр Акмаев. О последних событиях в городе и республике в ближайшие минуты. Не переключайтесь. По информации Красноурской санэпидемстанции, за 17 неделю 2022 года в городе зарегистрировано 63 случая ОРВИ, в том числе у 21 ребенка. Это более чем на 83% ниже эпидпорога. Коронавирусной инфекцией заболели 2 человека. В то же время увеличилось количество обращений по поводу укусов клещами. За неделю в городской травмпункт обратилось 12 человек, среди них 6 детей. Кроме того, за оказанием медицинской помощи по поводу укусов животными обратились 8 красноучан, в том числе трое детей. 26 апреля на территории мемориального комплекса «Партизанская стоянка» студенты Красноурского строительного колледжа совместно с отделом молодежи, спорта и туризма провели подготовительные работы по благоустройству мемориала, говорится на сайте городской администрации. Ребята очистили территорию от травы и мусора, удалили осыпающуюся краску и штукатурку со звезды мемориала и могил воинов. После чего нанесли грунт. Под контролем мастера производственного обучения Татьяны Вагнер оштукатуривали поверхности. На 29 апреля планируют вновь приехать и произвести окрашивание. Акция «Бессмертный полк Луганщины» к Дню Победы пройдет в онлайн-режиме. Об этом на брифинге в Луганской информцентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. Он рассказал, что такое решение принято в связи с обстановкой в республике и важностью обеспечения безопасности участников массовых мероприятий. Акция пройдет на ранее созданном общественным движением «Мир Луганщины» сайте. Все желающие могут добавить информацию о Герое Великой Отечественной войны или защитнике Донбасса в разделе «Добавить героя». Также министр культуры проинформировал, что празднование Дня Победы в ЛНР начнется с возложения цветов к памятным местам во всех городах и районах республики. На гостелеканале «Луганск-24» и радиостанции «Вести плюс» 9 мая в прямом эфире будет идти телемарафон. Жители республики могут присылать на почту ГТРК ОНР короткие видеоролики с историями подвигов своих родных и близких, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Эти ролики будут транслироваться во время телерадиомарафона. С целью расширения спектра социального обслуживания населения, обеспечения доступности социальных услуг одиноким пожилым гражданам, которые проживают на отдаленных территориях города, свою работу осуществляет выездная мультидисциплинарная команда. О ее работе рассказал заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Юлия Замулина. Мультидисциплинарный подход обеспечивается предоставлением комплекса социальных, социально-бытовых, социально-психологических услуг мультидисциплинарной команды. Состав команды сформирован из числа сотрудников центра. Заведующие отделением социальной помощи на дому, парикмахер, подсобные рабочие, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, социальные рабочие, а также при необходимости привлекаются специалисты учреждений социальной защиты населения, управления пенсионного фонда, учреждений здравоохранения и других организаций. Предоставление социальных услуг мультидисциплинарной командой базируется на принципах адресности и индивидуального подхода, доступности и открытости, добровольности выбора, получения или отказа от предоставления социальных услуг, гуманности, комплексности, законности, конфиденциальности и социальной справедливости. Выезд мультидисциплинарной команды осуществляется по заявкам социальных рабочих центров, которые работают на отдаленных территориях города. Согласно заявок гражданам, которые находятся в сложных жизненных ситуациях и обслуживаются в центре, предоставляются следующие виды социально-бытовых услуг, таких как генеральная уборка жилых помещений, уборка придомовой территории, услуги парикмахера, рубка и распил дров, косметический ремонт помещения, складирование угля, обрезка деревьев, вырубка порослей, покос травы и другие услуги. В рамках реализации программы социальной поддержки граждан старшего поколения мультидисциплинарной командой по состоянию на 26.04.2022 год осуществлено 13 выездов по заявкам социальных рабочих центров на такие отдаленные территории, как поселок Запорожье, город Петровское, поселок Софиевский, город Вахрушево, город Вахрушево-2, город Меусинск и город Меусинск-1. Услугами мультидисциплинарной команды было охвачено 47 граждан, находящихся на обслуживании центра. Три человека, имеющих статус участник войны, пять ветеранов труда, 18 человек, имеющих статус дети войны, четыре человека первой и второй группы инвалидности, 17 пенсионеров, которым было оказано 73 услуги, такие как рубка дров, побелка стен в жилых помещениях, генеральная уборка жилого помещения, уборка придомовой территории, парикмахерские услуги и другие виды услуг. Для получения социальных услуг гражданам необходимо обращаться по адресу город Красный Луч, улица Проездная, дом 1 или по телефону 202-05-207-09. Многие люди пользуются природным или жиженым газом. Сейчас в быту очень сложно представить повседневную жизнь без этих энергоресурсов. Но в то же время это пожароопасное взрывчатое вещество, которое при небезопасном использовании может нанести колоссальный вред вам и вашему имуществу. Красноужский ГПСО МЧС ЛНР напоминает о соблюдении правил при использовании бытовыми газовыми устройствами. Чтобы обезопасить себя и своих близких при использовании энергетических приборов, нужно поручить установку, наладку, проверку и ремонт газовых устройств квалифицированным специалистам. Запрещается пользоваться неисправными энергетическими приборами и оставлять незакрытые краны. Не используйте кухонные плиты для обогрева помещения. Во избежание утечки газа следите за ходом приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Также регулярно чистите горелки. Соблюдайте последовательность включения газовых приборов. Сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. Не допускайте к пользованию газовым оборудованием маленьких детей. Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работы, а еще храните его в проветриваемом помещении, но только в вертикальном положении. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Убедитесь перед его заменой, что краны нового и отработанного баллона закрыты. Воздержитесь от его замены, если поблизости горящий огонь, горячие угли, включенные электроприборы. Храните заправленные или пустые баллоны вне помещения. Если вы почувствовали запах газа, следует перекрыть кран подачи. Незамедлительно открыть окна и двери для проветривания. Не используйте открытый огонь. Не включайте электричество и электрические приборы. Если запах газа не исчезает или исчезнет при проветривании и появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу. Новости телеканала Луч. Такой информацией мы хотели сегодня с вами поделиться. В студии для вас работал Тимур Акмаев. Далее смотрите официальный курс валют и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова